кто угадает как называется эта штука пишите свою версию в комментариях а пока пишите подожду и так небольшая подсказочка мы сейчас находимся в итальянской провинции опулия и вот это все это останки древ остатки древних строений которые традиционно строили местные жители и так написали свою версию правильный ответ эта штука называется как она называется о точно эта штука называется трубы секрет в чем в том что она построена методом сухой кладки то есть без использования цемента и прочих скрепляющих навозов просто груда камней конической формы и конструкция такова что вытащив только один камень вся конструкция сразу же разваливается а все почему потому что раньше здесь было запрещено строить такие крепкие надежные дома и в случае проверки когда приезжает какой-нибудь ревизор хозяин дома вытаскивает один камень и все это уже не дом а груда кирпича и никаких к нему претензий нет потом в течение недели он быстренько все восстанавливает и живет себе дальше регион напулия на юге италии славятся своими маленькими городками которые расположены на прибрежных скалах они прямо как лепятся как ракушки какие-то на склоне просто пытаясь закрепиться хоть как-то непонятно почему итальянцы так строили ну скорее всего были рядом хорошие бухты для того чтобы ставить лодки удобно жить возле моря если ты в море работаешь да и просто конечно с эстетической точки зрения очень симпатично а городки беленькие все такие чтобы лучше отражать солнечный свет улицы узкие каменные наверняка летом в них не так жарко мы сейчас находимся на самом 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 каблуке башмака итальянского смысле вот как по карте то есть в самом самом-самом юге самого края каблука башмака а почему мы здесь находимся потому что здесь есть известная зензулуса кейв пещера зензулуса вообще она часто фигурирует во всяких путеводителях как грот на самом деле это пещера которая почти глубиной длиной 300 метров но для посетителей открыто всего 150 метров там полмно сталактитов сталагмитов есть небольшое даже озерцо пресной воды именно как раз речка откуда течет это пресное озеро промыла данную пещеру на входе стоят 300 лактита которые называются тремя стражниками или тремя воинами дальше там есть даже виды девы марии с иисусом колонн храма в конце есть большая такая каверна с названием дома на самом деле понятно что каждый сталактит и сталагмит напоминает людям разные вещи да к сожалению вход в пещеру платная она чуть освещена с вами идет гид который подсвечивает и рассказывает наверное даже летом когда много туристов гиг гид говорит по-английски но нам достался только итальяноговорящий гид но ничего он очень экспрессивный по-итальянски рассказывал размахивая руками и тыча фонариками в нужные места вот что еще вход в пещеру платный стоит 6 евро для взрослого человека самое смешное что многие считающие себя самыми хитрыми классами поставили машины не подошли к кассе и бегом вниз пока нас не видят но вот тут вот за углом есть металлическая дверь а за ней еще одна металлическая дверь и вот только уже за ними начинается в самая красота и вход в пещеру на ходе нам дали вот такой вот гид он правда по-итальянски вот нему идет распечатка по-английски маленькая самое интересное это то что здесь есть карта италии и отмечены все самые известные итальянские гроты пещеры и дальше вот в картинках все 20 расписаны показаны а с другой стороны из описания всех а это даже 24 картинок меньше 24 разных пещеры и описано чем они интересны и важны ну вот пора скоро будет отмечать где мы были а где нет так что первая уже засчитана мы уже подбывали в пещере зинзулуса и сегодня решили еще одну посетить вам показывали на карте что там есть куча мест в италии где есть классная пещера и вот вчера мы были гротто зинзулуса возле моря такая пещера а сегодня мы будем вот как раз пришли в гротто де костеляно говорят очень красивая в ней есть пара экскурсии 1 час 2 на 2 часа главная проблема в том что сейчас зима поэтому экскурсии только на итальянском языке их буквально там три в день на сайте написано что одна из экскурсий длинная начинается в 10 утра то есть но надо прибыть за полчаса до начала экскурсии 930 мы чуть-чуть опаздываем 935 прибегаем все закрыто думали что уже ну все наверное это всех собрали экскурсию вели но тут появился итальянец и он заобъяснил на итальянском со своим ломаным испанским и даже что-то поняла в общем кассы откроют в 10 то есть 10 экскурсий в 10 откроют кассы не надо быть заранее наверняка заранее стоит быть только летом потому что таких туров буквально там 78 может максимум за день желающих много и с марта по ноябрь можно купить билеты онлайн сейчас даже билеты онлайн нельзя купить да и не нужно ну и вообще наверное я не удивлюсь если будет мало людей они скажут а не мы вас сегодня не поведем но сегодня сейчас уже собралось человек 8 10 он еще подходят так что наверное мы таки попадем в пещеру все будет классно покажем что там дальше как я уже говорила есть два возможных маршрута один короткий на час даже на 50 минут это километр и мы доходим до точки из точки а в точку b есть полный до точки c это три километра и на два часа такой маршрут еще есть спелеонайт возможность то есть ночью пойти в пещеру на самом деле они вот вы будете в темноте в пещере вы так будете в темноте в пещере но в спелеонайт вам дадут каску вам дадут фонарик и вы сможете пройти в некоторые места куда обычные туры не водят здесь есть расписание когда в какое время какие языки в принципе не на итальянском английский немецкий французский начинаются только вот с 14 марта начинаются первые туры на иностранных языках и в принципе в конце октября не 1 ноября они заканчиваются то есть ноябрь декабрь январь и февраль начало марта тур только на итальянском но на самом деле много вам не расскажет вам расскажет как называется какая-то фигура точнее как ее кто-то представил плюс расскажу что вот это салатит и вот это сталагмиты а то что соединяется это сталагматы ну в принципе как и во всех пещерах самое начало экскурсии спускаешься по ступенькам есть и попадаешь в огромный зал где куска потолка нет дырка и через его бьет свет наверное если был бы солнечный день то были красивые солнечные лучи но у нас был не солнечный день и поэтому красивый солнечных лучей не было далее дорога дорога в принципе да она такая большая серьезная то есть это не тропка иногда хоть и переходит в тропу проходит между сталактитов сталагмитов сталагматов все это постоянно она подсвечена разными цветами есть несколько больших очень больших залов действительно где приходится задирать голову смотреть в потолок и что-то там может быть ты увидишь а иногда есть мостики и нужно заглянуть вниз чтобы еще больше увидеть очень красивая пещера обязательно стоит сходить действительно экскурсия почти два часа может быть ну чуть меньше там минут на 15 но я думаю потому что у нас было не довольно небольшая группа видимо не сезонный не надо было всех 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 подгонять все довольно компакт нашли в пещере к сожалению нельзя снимать фото и видео но так как мы в италии то если очень хочется то можно но так чтобы немного в предыдущей пещере нам например гид рассказал что один два три четыре пять шесть фотографий можно а всегда нельзя так что один два три и так далее можно но не сильно можно мы находимся в поселке альберабелла чья историческая часть даже включена в список всемирного наследия юнеско а все потому что здесь осталось очень много старинных трули которые трули это такие традиционные дома региона пуля их можно встретить везде но здесь главное что остались некоторые почти не тронутые улочки конечно же все эти домики уже были много раз реставрированы естественно это не те старинные старинные но в списке всемирного наследия юнеско этот регион есть и именно вот этот набор улочек с старыми трулами ну что тут очень много пересекающихся улочек они все очень так по склону распределены хаотические карты пользоваться бессмысленно просто ходите и наслаждайтесь видами вокруг так что пошли гулять по улочкам а а Итальянский городок Называется Матера И он является столицей региона Матера Собственно, чем знаменит городок Вот такими вот зданиями Расположенными на склонах холма Вот вы видите прямо За собой И вот с этой стороны есть еще такой же склон холма Тоже застроенный целиком зданиями Выглядит это все очень так Средневеково Тут прямо между домов проходят Такие крутые улочки, что Проехать по ним невозможно То есть машиной можно доехать только Вот сюда, вот в центральную часть, в долинку А уж на холм сюда заехать нереально Тут только пешие улицы По которым можно прогуляться Все это находится не очень далеко от Бари То есть можно примерно за час доехать Вот И как бы да, вот такое А, чем он знаменит? Во-первых, он знаменит тем, что здесь Когда-то давно люди жили В пещерах, выдолбленных в склонах холмов В песчаниках Примерно как пещерные города в Крыму Вот точно так же здесь Еще на подъездах города мы видели множество Таких вот углублений Гротов в склонах Которые выглядят прямо как жилые помещения Ну, видимо, потом, когда подходящие для жилья Пещеры закончились И уже негде было их Негде было пруза Негде было их просто выдолбить Люди стали строить дома все-таки на поверхности И вот, вероятно, так и образовался этот городок Вот Ну, сейчас я предлагаю пройтись по паре улиц Посмотреть, что тут к чему Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Новый день, новые приключения. Сегодня мы поехали в городок, который называется Мальфетта. Он находится в той же самой провинции итальянской Апулия. И чем знаменит этот городок? Этот городок знаменит своим рыбным промыслом. Вот сейчас мы находимся всего в нескольких десятках метров от рыбного базара. И уже отсюда даже слышно, как торговцы на базаре зазывают клиентов к себе. Такими очень мелодичными, я бы сказал, голосами. Они вполне могли бы исполнять арии в какой-нибудь итальянской опере. Но они торгуют рыбой на базаре. Но, как говорится, талант не пропьешь. В общем-то, что есть в этом городке? В этом городке есть огромный порт. В этом городке есть старинная часть, конечно же, с старым собором. Вот там видно на заднем плане две башни. И в этом городке есть... Что еще тут есть? В общем-то, сейчас давайте подойдем к рыбному рынку поближе и посмотрим, чем же там торгуют и что там вообще интересного. Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... очередной старинный итальянский городок на этот раз стране чем известен он вот пожалуйста бухта хорошо защищенная со стороны моря вот мы как раз сейчас находимся на сторожевой башни старинного форта и здесь в бухту есть очень узкий проход как видите с нашей стороны есть башня и с противоположной стороны есть такая же башня крепостная стена и всякие другие защитные сооружения так что еще начиная со средних веков этот поселок был очень важным с точки зрения торговли потому что вот там за морем находится балканский полуостров и наверняка тут плавала куча торговцев в том числе наверно приходили корабли из турции и привозили заморские пряности которые ценились очень сильно но сейчас что здесь огромное количество яхт вот прямо вот здесь можно наблюдать вот такой вот замечательный парусник даже не знаю зачем ему такая высокая мачта наверное если поднять все паруса он перевернется и также вот этот вот замечательный дворец сан джорджио кстати его можно снять на какое-нибудь мероприятие например если вы хотите провести свадьбу то вы можете арендовать этот дворец и устроить там себе королевскую свадьбу или например корпоратив ну а что почему бы и нет приехать на корпоратив в италию во дворец так что если вас заинтересовало это предложение пишите в комментариях и мы пришлем вам телефончик где вы можете договориться об аренде этого замечательного дворца я думаю это обойдется совсем недорого вот и закончился наш небольшой отпуск на юге италии счастью мы успели вернуться домой раньше начала эпидемии коронавируса так что не застряли здесь надолго а вы подписывайтесь на наш канал чтобы не пропустить наши следующие видео потому что уже совсем скоро мы отправляемся в новое путешествие